привет друзья я была швольга рад приветствовать вас на моем новом канале мы с вами сейчас находимся у меня в столовой у нас снова идет снег на улице темно я сижу против света выгляжу наверняка очень плохо но это неважно потому что у меня для вас есть очень интересная как мне кажется тема для обсуждения давайте ее обсудим о чем я хотел с вами поговорить то сегодняшнее видео будет коротким потому что я для вас готовы более информативное видео но внутри будет большего времени поэтому другой раз сегодня хочу поговорить на мне кажется очень интересную тему о чем смотрите когда я бываю например на блошном рынке либо на барахолке либо в антикварный магазин да без разницы очень часто слышу от продавцов и покупателей о том что к сожалению это вещь некомплектная то есть когда рассматривают например сервис а там оказывается не шесть чашек опять либо 4 либо там не знаю бокалы для вина в количестве там трех штук и это является поводом для покупателя не покупать я подумала почему почему мы же с вами не всегда собираемся именно шестером для того чтобы выпить чай кофе или вина правда ведь и чай и кофе можно выпить и вина тоже можно выпить вдвоем с подружкой или там вдвоем с мужем и скажите мне у вас никогда не бывает что вы пьете кофе в одиночестве у меня так регулярно и вот это я как раз хотела с вами обсудить я например если увижу понравившись мне чашку и она окажется некомплектная она окажется например 1 я и все равно куплю потому что я буду делать свои завтраки более красивыми потому что мне кажется что он покупать посуду для того чтобы она красиво стояла витрине и использовалась в лучшем случае там пару раз в год когда пришли гости но это нерационально если можно купить одну чашку красивую и делать начинать свой день красиво и мне кажется таким образом день будет проходить более успешно как вы думаете как вы наверное уже знаете об этом говорила много раз но вдруг как-то вы пропустили я хозяйка магазин товаров для творчества магазин большая корзина я сама веду соцсети группа в соцсетях этого магазина кстати я оставлю на них ссылки и присоединяйтесь давайте может быть просто как почаще встречаться и каждый понедельник я делаю такие знаете фотографии мотивашки ну в котором желаю удачи самого понедельника хорошей недели и прочее прочее и я делаю фотографии сама соответственно со своей посудой там со своими блокнотами в общем я оставлю вам сейчас вот посмотрите я сейчас поставлю вам три фотографии о чем я говорю надеюсь вам понравилось и вот выкладывают эти фотографии соцсети мне однажды моя зрительница она у меня была зрительницей на канале и она же подписчица в соцсетях почему-то я ее очень давно уже не видела не слышала маргарита если вы меня смотрите напишите что все в порядке волноваться вас и в общем маргарита мне написала олечка а у вас бывают такие завтраки и да да это моя посуда мой кофе и блокнот и да это мои завтраки и мне кажется очень важным именно для себя делать каждое утро красивым и я вам сегодня хочу показать немного совсем мало кадров вернуться с вами вместе на два года назад в то время мне еще не было этого youtube канала поэтому кадров очень мало если бы я была сейчас сейчас там то конечно я бы снимала для вас побольше но уж чем богат тем рады сейчас у нас нет возможности выезжать но есть возможность вернуться в памяти назад там где мы были вот и сейчас я вам покажу очень красивые кафе очень красивые завтраки мне кажется это настолько вдохновляюще и так сейчас мы с вами возвращаемся на два года назад это братья слава мы с вами находимся в центре города и пойдем вот в это кафе как оно называется не могу вам сказать можете прочесть это кафе музей кондитерская буквально музей просто так поглазить зайти сюда нельзя вход включающий один напиток и один десерт стоит 10 евро и об этом предупреждают при входе официант если верить тому что нам рассказали то все что находится в зале начиная от фресок декора столов и заканчивая приборами все это датируется восемнадцатым девятнадцатым веками напитки десерт подают нам антиквар на фарфоре серебряными приборами это необыкновенно красивое и запоминающиеся место я бы наверное хотела в старости иметь такую кофейню чтобы подавать все на антикварном фарфоре возможно иметь еще и витрину с антикварным фарфором на продажу чтобы клетка с попугаем обязательно клетка с попугаем тоже чтобы была запомните название возможно вам удастся побывать протиславе а вот таким образом сервируется кофе десерт ну где-то может быть не кофе это может быть чай либо горячий шоколад это как как вы захотите и официант сам предлагает сделать фото ну конечно никто никто не отказывается и мы тоже с удовольствием сфотографировались на память и даже не парадные места вот то что я спускалась туалет помыть руки выглядит вот таким образом но это очень красиво напомню что это было до карантинная братья слава в ту же поездку мы побывали вене буквально доехали на автобусе от братиславы до вены и в центре города рядом со знаменитой венской оперы есть а не менее знаменитый кафе захер в котором подают одноименный торт который является визитной карточкой вены днем и вечером кафе стоит огромная очередь но мы пришли на завтрак утром и зашли свободно кафе как будто бы застыла в 18 веке начиная от огромных дверей с бархатными портьерами заканчивая самим тортом рецептор которого не меняют мы взяли попробовать захер мы взяли попробовать штрудель конечно кофе но знаете как по мне до стоило попробовать но для меня это очень сладко штрудель выглядит очень скромно но очень вкусный ну и конечно же фирменный фирменный фарфор еще одно местечко вене мы посетили я думаю что вы узнаете этого рабчонка здесь все намного демократичнее намного бюджетнее намного скромнее но просто решила вам показать что вот и такое тоже бывает их такие места мы тоже посетили это было вене два года назад снова у меня получилось такое видео мало информативное скорее развлекательное надеюсь что я вас хотя бы немного развлекла я тут подумала как раз монтируя для вас это видео я подумала что если нет возможности выезжать за границу надо наверное рассматривать окрестности в поисках что-то интересного каких-то интересных мест именно в своем городе этим я пожалуй скоро займусь я вас приглашаю в комментариях давайте обсудим скажите мне пожалуйста считаете ли вы или является ли для вас важным вот это вот эстетическая составляющая завтрака обеда ну эстетическая составляющая еды либо вам просто важно вот приготовить еду поесть на чем как бы неважно создаете ли вы сами себе настроение с помощью посуды либо какой-то сервировки красивый либо вот цветов является ли это для вас важным покупаете ли вы не комплектную посуду только для того чтобы пользоваться самостоятельно и не для гостей либо же у вас стоят сервизы для гостей и как парадные сервизы в серванте как моей мамы и бабушки в общем девчонки ребята я жду от вас обратной связи в комментариях я очень рассчитываю на лайк надеюсь на репост если не подписались то подписывайтесь и до встречи в новом видео пока